Администрация города Чебоксары на днях выдаст разрешение на ввод 168-ми квартирного 9-этажного дома по улице Асламаса. Этот дом известен тем, что уже больше года из-за него спорят строительные компании Устра и премиум инжиниринг. Чем может грозить конфликт долевикам, выясняли на еженедельном совещании главы Чувашии с руководителями органов власти. Проблемы начались после того, как основной застройщик микрорайона, общество с ограниченной ответственностью Устра, часть дома строил сам, а для другой привлек подрядчика – компанию «Премиум инжиниринг». Та, в свою очередь, став участником долевого строительства, нарушила договор, не завершив работы и не расплатившись с Устрой, продала квартиры людям. Причем сделки в Росреестре не регистрировались. «Премиум инжиниринг» привлекла более 65 миллионов рублей. В итоге в подвешенном состоянии осталась 41 семья – более 100 человек. Данные физические лица участниками долевого строительства не являются. Они являются инвесторами, как минимум. В ноябре 2015 года Устра подала иск в арбитражный суд Чувашии с Республикой на расторжение договора участия в долевом строительстве, участия неоплаченных вот этих 41 квартир этих граждан. В настоящее время судебное разбирательство не завершено. Очередное заседание назначено на 21 июля этого года. Вопрос о разногласиях двух строительных компаний разбирался в Доме правительства в апреле. Тогда привести руководителя к консенсусу не удалось. Так и сейчас оба не готовы к примирению. Заявляется, что 69 миллионов премиум взял у людей, но он взял 100 миллионов с лишним. Потому что получил по 33 рубля, по 33 тысячи квадратный метр, продавал 40-45. Ни копейки в кассу Устра не поступило. На счет Устра не поступило. Мы полностью освоили своими силами. И то, что на сегодняшний день у нас получается дольщиков, как и считаю, нету. Есть мошенническими действиями люди вовлечены в мошеннические действия. И страдают из-за одного мошенничества. Директор компании «Премиум инжиниринг» говорит, что он страдает из-за действий бывшего директора, на которого в МВД так и не могут завести уголовное дело. Я сегодня из личных средств достраиваю этот объект, и город не даст соврать. То есть, несмотря на то, что, вот еще раз говорю, у нас все арестованы счета. И это наше отношение к нашим дольщикам. Ибо никогда мы не строили и не ставили свой бизнес на обмане, на лжи и так далее. Понимаете, никогда не пытались завладеть ничьими средствами. Глава Чуваший Михаил Игнатьев отметил, что в республике за 4 года смогли разрешить проблемы обманутых дольщиков. И ни в коем случае нельзя допустить, чтобы появились новые. Мы закрыли более 1 тысячи дольщиков и так далее. Вместо города работали на уровне правительства. На митинги ходили мы, значит, соответственно. Я ходил на эти площадки. Вы опять ничего не отслеживаете. Вы опять создаете ту же самую проблему. Понимаете, нет? Почти прошло, наверное, 4 года, пока мы закрыли. Есть обязательства сторон. Есть обязательства ваши, значит. Есть депутаты по своим округам, которые должны отслеживать. Есть сигналы от людей, письма напишут. Реагировать надо. Разговор завершился тем, что министр внутренних дел Сергей Нияскин пригласил руководителей Устрии премиум инжиниринг к себе в кабинет для более предметного разговора. Татьяна Молокова, Елена Гальперина, Республика.